Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я искренне не понимаю, почему у нас сложилась такая ситуация в медицинской психологии. Я перерыл весь интернет, но нигде подобного не нашел. В предыдущем видео я показал те результаты, которые мы получаем по методике MMPI в области психофизиологии, промышленной психофизиологии в оценке условно-здоровых лиц. Говорил о том, что эти результаты могут быть перенесены на всю популяцию в целом условно-здоровых лиц. Но тем не менее я нигде не встретил каких-либо работ медицинских психологов. То ли они ленятся, то ли что. Непонятно, почему они не могут сделать такую же исследовательскую работу. Хоть кто-то, хоть один. Масса исследований, масса каких-то исследований. Очень здорово, очень замечательно. Но основным инструментом любого медицинского психолога в плане оценки личности человека является методика MMPI. И они не делают такую простую работу, элементарную. Перед каждым медицинским психологом ежедневно проходят один, два, три человека. Они обследуют на следующий день еще одного, еще двух, еще трех и так далее, и так далее, и так далее. И собирают результаты по методике MMPI. Видят эти графики, оценивают, описывают их, вкладывают эти графики. В лучшем случае вкладывают графики в свои заключения. Пишут эти экспериментально-психологические исследования, да, проводят. И у них набирается у каждого, у каждого из них набирается огромная стопочка этих листочков, где люди ставят крестики или же кто-то пользуется нашим программным обеспечением, слава богу, упрощая себе работу, и видят результаты по методике MMPI. Наше программное обеспечение позволяет сводить все в единую базу данных, она легко подвергается анализу, какому-то статистическому анализу, исследованием в программах СПСС статистика, или просто статистика, или даже просто в Excel можно проанализировать какие-то результаты. И почему-то люди этого не делают. Очень странно. Возьмите конкретную нозологию, шизофрению, я не знаю, там, кого угодно, там, социопатию, психопатию имеется в виду, и проведите такое исследование. Перед каждым проходит десятки, сотни шизофреников, психопатов, еще каких-то лиц с другими заболеваниями, где требуется исследование личности. Каждый проводит эту методику MMPI, и каждый откладывает эти листочки в сторону. Благо, может быть, с нашим программным обеспечением этого не будет происходить. Проводите исследование, уважаемые господа медицинские психологи. Самое простое, самое элементарное. Вы моментально защититесь, напишите любую кандидатскую, просто попытавшись проанализировать те результаты по, может быть, десяткам или сотням испытуемых, предположим, с диагнозом шизофрения. Провели обследование, занесли в базу данных, посчитали. Это настолько просто и элементарно, что просто, ну, проще уже некуда. И сейчас я вам хочу показать результаты по методике MMPI, которые мы получили в своей лаборатории за несколько лет. Эти тренды можно продолжить. То есть тут, может быть, у нас они есть, эти результаты 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годов. В лаборатории эти данные есть, они хранятся. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, как, насколько все это просто делается. Получили средние значения. Тут, предположим, шкала сверхконтроля ипохондрии. Первая шкала методики MMPI. Ну, не первая, имеется в виду, тут нет шкал достоверности. Ну, первая шкала номерная, да, так скажем. Соответственно, получили эти значения для больных шизофрении. Напишите здесь «шизофрения», в скобочках «сверхконтроль ипохондричность» и, соответственно, получите эти результаты. У каждого из вас, уважаемые медицинские психологи, не ленитесь, таких обследований десятки и сотни. Соответственно, посчитали, работаете не один год. Посчитали за 2003 год, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и так далее. Посчитали эту шкалу, посмотрели средние значения по каждому году. И, соответственно, можно посмотреть изменения, которые происходят в лонгитюде, да, то есть в мониторинге человека за несколько лет по какой-либо нозологии. Берете ли вы здесь пишите «шизофрении» и смотрите исключительно шизофреников какого-то вида, допустим, там, вялотекущие, да, там, или шубообразные. И посмотрите этих людей за несколько лет. Вот вам, пожалуйста, результаты кандидатского, как минимум, кандидатской диссертации. И, соответственно, в Excel элементарно, что можно с этими результатами сделать, что автоматизирует абсолютно Excel за два клика, это посчитать коэффициент апоксимации. Здесь приведены данные условно здоровых лиц, но вполне здесь могут быть данные любых других нозологий, других синдромов, патопсихологических синдромов. Соответственно, можно посмотреть, как в обществе меняется то или иное состояние заболевания, так скажем, да, того или иного психопатологического синдрома, симптома и так далее, при котором используется методика MMPI. Здесь, в данном случае, приведен результат по шкале сверхконтроля. То же самое коэффициент апоксимации. Видно, чем ближе этот коэффициент к единице, тем вероятней свой тренд продолжит данная динамика. Здесь видно, что черным выделен тренд, соответственно, меняется он в низшую сторону. Можно констатировать факт, просто наглядно, без каких-либо особых изысков и так далее, что уровень ипохондричности сверхконтроля, если угодно, нашего общества, лиц условно здоровых, он понижается, этот тренд. Насколько эта тенденция продолжится, трудно сказать, качественно, а количественно, без всяких сомнений, видно, что этот тренд 0,3, он не очень устойчив, этот тренд может измениться в любую минуту. Чем ближе показатель к единице, тем устойчивее данный тренд. Вот в данном случае черная полоса отмечена. Давайте посмотрим далее по следующей шкале. По шкале депрессии условно здоровые лица, по методике MMPI, видно, что тренд нисходящий за несколько лет, с 2003 по 2009 год. Тренд коэффициент аппроксимации, элементарно рассчитываемого в Excel, составляет 0,8. Это очень высокий коэффициент аппроксимации. Можно констатировать факт, что по шкале гипотемии, депрессии, по методике MMPI, уровень вот этой самой гипотемии в обществе снижается на протяжении многих-многих лет. И вероятность того, что этот тренд продолжит свое дальнейшее нисходящее движение, он чрезвычайно высок, очень высок. 0,8, опираться в расчетах можно, если построить таблицу, меньше 0,5, 4, это как бы меньше, знак меньше. Соответственно, среднее значение это от 0,4 до 0,5 и до 0,7,8 единиц. Это уже больше. Соответственно, чем ближе к единице этот тренд, коэффициент аппроксимации, прошу прощения, тем вероятнее следование этому тренду, выбранному направлению. Давайте посмотрим дальше по шкале номер 3. Шкала демонстративности истерии. Тоже крайне высокий коэффициент аппроксимации. Коэффициент аппроксимации по третьей шкале демонстративности истерии. То есть, тут приведено клиническое название этой шкалы 3, здесь сопчиковская, демонстративность она ее называет, истерия. Соответственно, вероятность того, что в обществе будет нарастать на основании исследований за 2003-2009 год, коэффициент аппроксимации высок, 0,9, практически единица. То есть, истерия в обществе, она возрастает. Вот это результаты наших исследований, нашего лангитюда, мониторинга условно-здоровых лиц. Почему бы вам, уважаемые господа медицинские психологи, не посчитать это для лиц, страдающих теми или иными нозологиями? Посмотрите, в конце концов, у шизофреников, у социопатов, психопатов. Посмотрите эти тренды, поднимите свои старые результаты за несколько лет. Каковы будут результаты по тем или иным нозологиям? Это чрезвычайно объемная и интересная работа. Не очень трудозатратная, но чрезвычайно информативная. Просто для понимания того, что происходит в отношении той или иной нозологии шизофреников, предположим. Вот по третьей шкале. Четвертая шкала. Обратите внимание, тренд неустойчив. То есть, он попадает в зону незначимости 0,4. Куда он дальше поведет свое дальнейшее развитие, предсказать трудно. Но, тем не менее, по четвертой шкале в нашей российской популяции вот такие вот результаты. Можно посмотреть за несколько лет, соответственно. И почему бы этого не сделать по каким-то нозологиям? Повторюсь, и буду повторяться при каждом слайде. Так элементарно. И один слайд может служить основанием для написания каких-то научных исследовательских работ, защиты кандидатских докторских диссертаций. Далее, пятая шкала. Это, обратите внимание, шкала 5. Мужественности и женственности. То есть, соответственно, для мужчин характерно значительно выше рост доминантности, склонности к соперничеству в межличностных отношениях, демонстрация силы и выносливости. А для женщин, что вполне понятно, значительно выше средний рост чувствительности, эмоциональности. То есть, мужчины становятся мужественней, женщины становятся женственней. Но в целом, конечно, вывод не очень положительный. Феминизация общества как таковая происходит. Коэффициент аппроксимации, опять же, очень высокий. Тренд, по всей видимости, продолжит свое, и он продолжает свое движение в 2010, 2011 и так далее годах. Соответственно, вот мы с вами видим такие результаты по мужественности, женственности, феминизации общества. Можно констатировать результаты по условно здоровым лицам. Почему бы это не провести по шизофреникам? То же самое, одна из основных шкал психотической триады. Это шестая шкала. 6, 7, 8. Коэффициент аппроксимации высокий. То есть, коэффициент аппроксимации говорит о том, куда движется. Вернее, с какой устойчивой тенденцией движется тот или иной тренд. И вы видите результаты с 2003 по 2009 год. И далее этот тренд продолжает свое движение вниз. Для условно здоровых лиц. Почему бы не посмотреть это по тем или иным нозологиям? Вопрос. В психостении тревожности 7 шкала ММПИ. Тренд нисходящий. Коэффициент аппроксимации крайне высокий. Стремится к единице. Чем ближе к единице, тем вероятнее он продолжит свое движение в выбранном направлении. И далее. Восьмая шкала шизофрении. Тренд неустойчив. Он находится в средней позиции. То есть, коэффициент незначим. Но, тем не менее, можно посмотреть это по отдельным нозологиям МКБ-10 описанным. Шкала активности гипомании для условно здоровых лиц. Крайне высокий коэффициент аппроксимации. То есть, достоверность высокая. Того, что этот тренд возрастания активности гипомании. Он продолжит свою тенденцию и дальше. Рост при его произойдет. И, наконец, нулевая шкала. Здесь она как цифра 10. Цифровая отмечена. То есть, шкала интроверсии и экстраверсии. Крайне высокий показатель коэффициента аппроксимации. Снижение уровня интроверсии. Рост склонности в обществе к межличностным контактам. К интересу людям. То есть, экстраверсия, она доминирует у условно здоровых лиц. И, соответственно, почему бы это не проверить по тем или иным нозологиям МКБ-10. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok